Душа у кожной скульптуры. У Ляскавишек завершился областный пленэр драуляной скульптуры «Жившая Даунина». Десять майстров на протягу десяти дзюн створали малые архитектурные формы по мотивах творов Якуба Колоса и Ивана Мележа. Члены журы уважливо глядают кожную работу. Мастацкие якости, оригинальность в образов и технологичные приемы разбы. Кожную скульптуру треба оценить по некоторых критериях и выбрать лепшую. С роду дельника у пленэра не мой аматор, а у кожный мастак профессионала тому выбрать лепшие работы не просто. Было очень сложно, потому что все работы сделаны, во-первых, каждый автор в отдельности, но все вместе они создают впечатление жизненного пространства. Здесь своя жизнь идет. И она достаточно интересная. В каждой работе есть свой какой-то сокровенный смысл. В каждой работе живет душа художника. Андрея Фанасенко с городского поселка Октябрьске в Першиню принимает в делу пленэра, ожившая Даунина. Дед Талаш и его собака Гультай. Миновитых этой образы маэстеров в особе у древе. Сживелой было простей, а вот при работе над скульптурой деда Талаша пришлось многому вучиться походе. Не глядя на это, по словам скульптора, все задумки и почутки отрымалось и передать. Вот это моя первая скульптура именно в образе человека. Я никогда раньше не вырезал. Это была моя первая скульптура. Ну и чему-то учишься, где-то там что-то примечаешь, где-то здесь, как глаза, как веки. Есть везде нюансы, это надо учитывать. Народный маэстер Беларуси Василь Силкоус-Гомеля свернулся до Мележевской полетской хроники и не помылился. Его работа отрымала диплом первой ступени. Лава для закаханных со скульптурой Ганны станет упрыгоживанием любой локации. Маэстер признается, что любит працевать над жаночными вобразами. Подобается жаночные образы. У нее жанчины гармоничны, там кветки, жанчины, там пригожать гармония. Финалом пленера дравляных скульптура «Жившая давнина» стала церемония узнагородживания. Пераможцы и удельники отрымали дипломы и подарунки. Однако, на их думку, это не столько с поборництва, кольки добрая подстава для однодумцев собраться разом, подариться своими идеями и задумками. А скульптура, створенная подчас пленера, упрыгожать с Петрыков. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель» с Петрыковского района.